МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно новый облик приобретет проспекты юных пионеров. Чем плитка на тротуарах лучше асфальта и сколько прослужат обновленные улицы, выяснил наш корреспондент. Ремонта здесь не было с момента создания аллеи трудовой славы. А это 30 лет. И вот дождались, говорят местные жители. В этом году аллею не просто отремонтируют, она полностью преобразится. Главное украшение и символ подбега куйбышевцев. Триумфальную арку открыли к юбилею Великой Победы. Сейчас в разгаре благоустройства всей территории. От Ташкентского переулка до улицы Воронежская. На площади в 23 тысячи квадратных метров будет уложена тротуарная плитка четырех цветов. Современная плитка делается по технологии штамповки, а значит прослужит дольше. Производитель дает гарантию 10 лет. Гарантия на работы подрядчиков 5 лет. Преимущество плитки не только в красоте. Даже после ливня лужи на аллее не застоятся. Сухость обеспечит хороший дренаж. Делается выборка, щебенка, дарнит, песок. После этого укладывается плитка. Что это дает? Прежде всего осадки. То есть вода стоять на этих аллеях не будет. Это 100%. На ремонт аллеи из городского бюджета выделили 88 миллионов рублей. А за счет областных средств отремонтируют проспект юных пионеров. Ремонт комплексный. Замена бордюров, асфальтового покрытия, дорог и тротуаров. После основных работ благоустроят и клумбы. Причем в этом году такое масштабное преображение происходит в разных районах Самары. Жители отмечают, давно не было такого внимания к самарским дорогам. Ремонтировали, но не так, как сейчас ремонтируют. Сейчас больше. Даже приятно смотреть, какие ремонты делают. Вот посмотрите, какая красота. Причем главные такие трассы, которые самые востребованные, они очень быстро и очень здорово восстанавливаются. Очень заметно, очень все прям красиво. Самара облагораживается. Все хорошо. Да, потому что и дети гуляют, и маленькие ходят. Они как бы не будут спотыкаться и бить свои коленочки. Поэтому да, очень интересный проект. Для удобства горожан ремонт улиц проводят поэтапно. Пока ремонтируют тротуар по одной стороне, по другой можно спокойно ходить. Сейчас комплексно ремонтируется 13 улиц. Большое внимание обращено на ремонт во всех административных районах города. Масштабный достаточно ремонт в этом году. Как в центре города, как улица Венцка, как улица Гибалова. То есть достаточно много в этом году дорог ремонтируется в рамках подготовки к проведению чемпионата мира футбола 2018 года. Завершить полное благоустройство проспекта юных пионеров планируется до конца октября. Марина Кравцова, Артем Слайманов. События. В Самаре увековечили исторический факт воссоединения России и Крыма. Главой администрации города подписано постановление о переименовании бывшей площади Урицкого на пересечении улицы Урицкого и проспекта Карла Маркса в железнодорожном районе в Крымскую площадь. Инициатива переименования принадлежала депутатам Самарской губернской думы. Новое название должно знаменовать сплоченность граждан России. При этом изменилось название лишь одной адресной единицы – площади, на которой нет жилых и административных зданий. Жители домов, прилегающих к Крымской площади, никаких неудобств в связи с переименованием не ощутят. Адрес прописки у них останется прежним. Субсидии на оплату услуг ЖКХ для льготных категорий жителей Самарской области выросли. Это связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Правительство региона установило и новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от категории жилья и количества проживающих в квартире, он будет варьироваться от 2 до 3 тысяч. На основе этого стандарта рассчитываются меры социальной поддержки для жителей, субсидии и ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размеры регионального стандарта пересматриваются ежегодно при изменении в регионе цен и тарифов. С августа прошлого года РЕК «Стандарт» учитывает и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. С учетом того, что 1 июля произошли изменения по увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг, был пересчитан региональный стандарт в сторону увеличения, и, соответственно, мы полноценно и своевременно будем оказывать меры социальной поддержки. На 13% в среднем снизились цены на продукты первой необходимости в Самаре за последние два месяца. По статистике, в мае-июне дешевле стала рыба, а также сезонные овощи – картофель, лук, капуста, помидоры, огурцы и перец. Однако значительно выросли цены на морковь – почти на 8%. Цены на мясо второй месяц остаются стабильными. Продолжают постепенно снижаться цены на молоко и молочную продукцию. Цена на куриное яйцо упала почти на треть. Стабилизировались цены на хлебобулочные изделия. 200 самарских дольщиков смогут получить свои квартиры в 2016 году. Об этом стало известно на совещании при главе города. Несколько секций дома на Димитрово строятся уже много лет. Как идут темпы строительства и чем застройщикам может помочь муниципалитет – в нашем следующем сюжете. Строительство дома на Димитрово началось 7 лет назад, причем без разрешительной документации. Построили две секции, работы прекратились. Своё жильё по-прежнему ждут порядка 200 человек. В 2008-м группа дольщиков объединилась для защиты своих прав, создала некоммерческое партнёрство. Его представители обратились к городским властям с просьбой оказать помощь в достройке объектов. Администрация взяла вопрос на контроль. Сейчас на объекте работает другая компания. Строят еще три новые секции. Чтобы продолжить строительство двух старых, нужно готовить дополнительную документацию. Прежний проект устарел. Боятся брать ответственность по реконструкции этой секции, потому что там есть особенности конструктива, именно панельных зданий. А панели эти фактически изготовить или купить где-то нельзя. То есть его либо снести, построить по новой, либо достроить. А достроить – там технические проблемы возникают. Новый проект предстоит в ближайшее время. Также инициативная группа дочеков обратилась с просьбой о помощи в оформлении земельного участка. Ранее один из дочеков взял на себя аренду земельного участка и передал некоммерческому партнёрству в субаренду. Это вызывает сложности при возобновлении строительства. Если существует механизм, по которому некоммерческое партнёрство может стать прямым арендатором, чтобы не зависеть от физического лица, от его настроения, чаяния, мнений, желаний и так далее, было бы великолепно. Также инициативная группа обратилась к городским властям с просьбой ускорить получение градостроительного плана земельного участка и продлить разрешение на строительство. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил департаменту строительства оказать содействие дольщикам в получении необходимой документации. То есть динамика, да, то есть очень конструктивно решаются вопросы. Хотелось бы, чтобы побыстрее, здесь я призываю своих коллег, значит, в переводчатом порядке, вопрос такого характера рассматривать и ускорить максимально. Если все необходимые документы удастся получить в сжатые сроки, полностью завершить строительство на Димитрово застройщики обещают в третьем квартале 2016 года. Айгуза Ганшина, Лариса Шалафаста, Алексей Золотенков, События. Лестница в никуда. В доме 26 на улице Печорская деревянная конструкция пришла в негодность и в полу образовалась дыра, серьезно осложнив жизнь местных жителей. Одна из жительниц обратилась в общественный совет микрорайона. Реакция последовала незамедлительно. Марьяна Мирная продолжит. Молотку, пилом и дрель в 26-м доме на Печорской жители несказанно рады. Деревянная лестница в двухэтажке давно пришла в негодность. Наталья Постольникова обратилась к председателю общественного совета микрорайона и дело сдвинулось с мертвой точки. Уже клич была помощи, потому что мы уже не могли подниматься на второй этаж. Это было с риском для жизни связано. И его реакция, конечно, была помочь, сразу же помочь, в первый же день. Устранить дыру в полу и укрепить лестницу приехали рабочие, привезли новые материалы и приступили к ремонту. 26-й дом на Печорской на протяжении нескольких лет находился на обслуживании нескольких управляющих компаний. Иных уж нет. Каждая обещала заняться проблемами, но исчезала, не сделав ничего. Новая организация взяла этот дом только с 1 июля и уже приступила к неотложному ремонту. Какая-то часть из дел, которые мы сейчас вопиющий факт увидели, он, скорее всего, сдвинулся. Потому как встрепенулись и управляющие компании, и общественность. Как бы, знаете, даже мы довольны этим микрорезультатом. Потому как у них проблем, на самом деле, очень много. После столь необходимого ремонта общественные советы за прилегающую территорию возьмется. В микрорайоне не хватает благоустроенных детских и спортивных площадок. Жители готовы закатать рукава и включиться в работу по благоустройству. Именно из таких инициативных и неравнодушных людей предстоит создать команду созиданий на выборах 13 сентября, которая будет работать на благо города. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Кадровые изменения в Самарской мэрии. На оперативном совещании глава администрации города Олег Фурсов представил нового главу администрации Красноглинского района. Им назначен Олег Комаров, который с 2004 года являлся депутатом Городской думы Самары. В его трудовой биографии есть должности государственной службы. Он работал в администрации Самарской области, Самарской областной регистрационной палате. С 2001 по 2003 год возглавлял правовое управление комитета по управлению имуществом Самары. Постглава администрации промышленного района по собственному желанию покинул Алексей Керсов, который трудился в этой должности с октября 2010 года. Исполняющим обязанности глава администрации промышленного района назначен Вадим Бородин. Сотрудники районных администраций теперь выходят патрулировать улицы в составе добровольных народных дружин. И это вполне оправдано, ведь именно они лучше других знают свой район и его проблемные места. Цветы жизни под надежной защитой. За себя и своих детей Татьяна Пахомова спокойна, когда за порядком в их любимом парке дружбы следят бравые дружинники. Можно, не оглядываясь с опаской по сторонам, играть с большим воздушным шариком и беззаветно пускать мыльные пузыри. Когда видишь сотрудников с народными дружинниками, когда ты понимаешь, что ты гуляешь с детьми, например, уже в позднее время, я знаю, что они дежурят до 11, конечно, более защищенные чувства, потому что рядом уже сотрудник полиции, добровольный дружинник, к которому можно подойти и в случае чего обратиться. Обратиться теперь можно и к сотрудникам районных администраций. Они тоже в составе добровольных дружин. Участие в охране правопорядка принимают по поручению главы мэрии Олега Фурсова. Главный козырь дружинников от власти – отличное знание в веренной территории и всех злачных мест. Патрулируют они улицы Самары традиционно с четверга по воскресенье с 16 до 23 часов. Бывает, в нетрезвом состоянии люди проходят, и то, как бы, реагируют положительно. Бывает, что бросают мусор, здесь же, как бы, тоже мороженое съели, бросили пакет. Говоришь людям, люди, в принципе, реагируют положительно, берут, несут, в урну выкидывают. Вечером не стали на скамейках шуметь, а то обычно вот полуодиннадцатого, в двенадцать и до утра. Добровольные народные дружины патрулируют улицы Самары с весны. Жители замечают – порядок берет верх над нарушениями. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В день воинской славы в поселке Береза Красноглинского района вспоминали земляка, героя Владимира Барунова. Он мечтал стать капитаном дальнего плавания, поступил в речное училище, а в 21 год погиб в Афганистане. За мужество и отвагу в боях награжден орденом Красной Звезды. Посмертно своего героя в поселке помнят. Рядовой Володя Барунов писал домой. «Уже задумываюсь, куда пойти работать после армии. Скоро я буду смотреть на лес, на воду, а не на эти пустыни и горы». Но родные края он больше не увидел. Владимир прослужил в Афганистане ровно два года, день в день. Погиб от осколка в одном из боев в провинции Кандагар. «То, что на похороны мы ходили, я не могу время года вспомнить, я не могу. Но то, что это было у нас в поселке такое событие, что равнодушный никто не остался к этому событию. Было очень много народу на его похоронах». По инициативе коллектива «Местная школа номер 164», где учился Володя Барунов, в 2005 году на его родном доме появилась мемориальная табличка. Как и Володя, в боевых действиях в Афганистане участвовали 18 тысяч жителей Самарской области. Больше двухсот из них не вернулись. «Вообще, как бы то время, но все было такое, то есть в ожидании, либо друзья, родственники, знакомые оттуда вернутся, либо живыми, либо грузом 200 в Цинке. Как бы, понятно, ждали живых, но получилось так, как получилось, кто вернулся, кто, значит, навсегда остался». Память о Владимире Барунове в Березе бережно хранят. Общественники рассказывают в планах выпустить книгу памяти и оформить стенд в школьном музее. В День воинской славы жители поселка собрались на митинг, после привели в порядок могилу героя. «Владимир Ильич единственный афганец, который погиб из поселка Береза. И у нас как символ, который мы чтим». Жители уверены, такие патриотические акции нужны поселку. Благодаря активистам общественного совета организовывать их становится проще. Ведь в его составе люди неравнодушные, хранители традиций. Их, нацеленных на созидательное развитие города в целом, ждут в районных советах. На них сделают ставку жители на выборах 13 сентября. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Берег реки Самарка готов принять отдыхающих. Профессиональные водолазы провели исследование дна реки. А жители поселка имени Шмидта навели чистоту на берегу. В субботнике принял участие и наш корреспондент. В Самаре вторая после Волги любимая горожан Америка. Ее живописное побережье пользуется огромной популярностью не только среди местных жителей. Сюда приезжают гости из других районов города. После себя отдыхающие оставляют горы мусора, рассказывают жители поселка. В июне они уже проводили здесь уборку. Вывезли с берега 10 тонн мусора. Теперь люди стараются поддерживать порядок. У мусора в разы меньше. Думаю, что люди уже стали понимать, что вот такой уголок красивый надо беречь. И уже за собой там убирают. И поэтому в разы просто мусора меньше. Уже за это спасибо. То, что валялось на поверхности, жители собрали своими силами. А вот дно реки исследовали профессионалы-водолазы. Дно песчаное с небольшим количеством ракушек и с многочисленными камнями. Но они небольшие. Не порежутся вообще могли. Крупного мусора не было. Бутылок тоже не нашли. Так, пластиковые стаканчики. Это местечко на Самарке стало новой территорией отдыха горожан. Побережье исследовали и привели в порядок по инициативе спикера городской думы Александра Фетисова. Когда наши люди, волжане, выходят на любимые участки, у реки, у Волги. И, конечно, очень важно, чтобы отдых был полноценный, отдых был комфортный. Это отдыхать в нормальных человеческих условиях. А человеческие условия предусматривают под собой безопасность и чистоту. Жители поселка уверены, совсем скоро это место сможет соперничать со знаменитыми самарскими пляжами. Марина Матвеевична, Артем Сулайман. События. Самара еще раз оправдала звание столицы пляжных видов спорта. На городском пляже завершился международный турнир по теннису на песке среди парных женских и мужских команд. Кроме того, впервые в этом году участие в состязаниях принимали дети. За игрой наблюдал наш корреспондент. Россия и Франция. Финал международного турнира по пляжному теннису. Накал в тросте не остудил даже проливной дождь, который время от времени добавлял остроты в поединок. Спортсмены на него даже не обратили внимания. В поле зрения только мяч, ракетка и противники. Не испугал ни погоды и многочисленных зрителей. За ходом состязания наблюдал и глава администрации Самары Олег Фурсов. Этого зрелища самарцы с нетерпением ждут целый год. Международный турнир по пляжному теннису проходит в столице региона уже пятое лето. В этом году в нем участвуют 80 человек. Призовой фонд – 6,5 тысяч долларов. Это единственный турнир такого уровня в России, кроме чемпионата мира. И я на турнир G1 привозил одного из лучших судей мира – Массимо Моррелли из Италии. Он считает, что здесь можно провести турнир любого уровня, вплоть до чемпионата мира. Самарский пляж оценили и спортсмены с мировым именем. Ребята из французской команды в Самаре впервые. Но, говорят, обязательно сюда вернутся. В отличие от большинства турниров в мире, которые проходят на берегу моря или океана, здесь, на берегу Волги, на берегу реки – это немного другие ощущения. Но они мне очень нравятся. Набережные зрители добавляют куража. Мне очень нравится Самарский пляж. Очень удобный для игры песок. Нравится то, что площадки для игры солидные, стационарные. Также очень приятно, что приходит много людей, которые не являются профессиональными спортсменами, которые пробуют, интересуются этим видом спорта. В этом году впервые в турнире по пляжному теннису участвуют дети до 14 лет. Раньше в этом виде спорта было ограничение по возрасту. Юные спортсмены пришли в пляжный теннис из большого. Мы не тренируемся вообще. У нас опыт турниров точно такой же, сколько раз мы играли, сколько раз мы держали в руках ракетку. В пляжном теннисе, например, тяжелее тут бегать, потому что песок отталкиваться сложно. А в большом теннисе, мне кажется, должна быть больше выносливость. Хотя тут тоже, если на солнце играть. Наряду с профессионалами на соседних кортах соревнуются так называемые чайники. Все желающие научиться играть в теннис на песке и попробовать сойтись в схватке с таким же любителем. Ракетки и мяч выдаются бесплатно. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Наш телеканал и расширяет зону своего вещания. Самара ГИС теперь доступен жителям микрорайона Крутые Ключи и коттеджного поселка Ударник. Настройте Самара ГИС в цифровой сети EGS Telecom. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Чиновники это чудесный пример размножения людей неполовым путем. И это правда, поскольку по числу чиновников Россия опережает большинство стран. По данным Минфина, в 2014 году на 10 тысяч человек населения в России приходилось 108 госслужащих. В других странах, по данным 2010-2011 годов, этот показатель составил. В Индии – 29, в Казахстане – 51, в Китае – 72, в развитых странах США, Германии и Испании – 100-110. При этом в ведомстве отмечают, что с 2000 по 2014 год расходы на государственное и муниципальное управление в абсолютном выражении возросли на 37,4%, тогда как в реальном снизились на 16,1%. В докладе также отмечается, что по рейтингу качества государственного управления в 2000 году Россия занимала 149 место среди 196 стран, а в 2013 году – 120 место среди 210 стран. Ну и принцип Джонатана Свифта большинство из чиновников свято соблюдает, ибо только двум правилам должен следовать каждый сановник – всегда сдерживать свои чувства и никогда не сдерживать своих обещаний. Авиакомпании уже распродали большую часть дешевых билетов, предоставляемых в рамках программ субсидирования маршрутов. На сегодняшний день продано порядка 50% субсидируемых авиабилетов в Симферополь и Калининград и более 80% на Дальний Восток. Конечная стоимость билета, к примеру, в Симферополь в среднем варьируется от 2,5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей. Программа субсидирования распространяется на всех пассажиров. Пассажирский поезд Москва-Санкт-Петербург-Таллинн снова начал курсировать после двухмесячного перерыва. Поезд 3433 будет отправляться из Москвы в 21.20 с прибытием в Санкт-Петербург в 5.16 и последующим прибытием в Таллинн в 13.38. Время в пути составит 16 часов 18 минут. В обратном направлении время в пусти составит 18 часов 12 минут. В составе поезда купейные, плацкартные и общие вагоны, а также штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями и для его сопровождающего. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1621 пункт. Аутсайдеры – Лукойл, Акрон, Яндекс, Аптечная сеть 36.6 и Мегафон. Среди лидеров роста обыкновенные акции Алроса – Башнефт, Северсталь, ГМК «Норильский Никель» и ТГК-1. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские индексы завершили день с повышением ведущих индексов, положительно реагируя на сообщения о том, что есть надежда на благополучное разрешение проблем Греции. Китайскому рынку удалось стабилизироваться. Курс доллара на 13 июля – 56,66 рубля, курс евро – 62,94 рубля, золото стоит 2117 рубля за грамм, серебро стоит 28,15 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 58 долларов 5 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok